Первая часть видеотренажёра для эффективного запоминания неправильных глаголов в английском языке сделана на основе брошюры, в которой собраны практически все самые необходимые неправильные глаголы до уровня Advanced. Всего 163 глагола в трёх формах с транскрипцией. Они разбиты на три списка по возрастающей сложности. Сначала я медленно и упрощённо продиктую их произношение и переводы, и вы за мной повторите. Потом мы возьмём самое трудное и на примерах с иллюстрациями. Посмотрим, как они применяются. Я объясню кое-что. Разберёмся. И в конце вы сможете уже с носителями языка, с профессиональными дикторами из Кемриджа, в таком нормальном быстром темпе отработать своё произношение. В первом списке 61 глагол. Самые необходимые для начала изучения языка. Три формы у каждого глагола. Первая форма – это инфинитив. Что делать, что сделать. В первом столбике – таблицы. Второй столбик – это будет Past Simple. Простое прошедшее время. Что делал или сделал. И в третьем столбике третья форма глагола. Называется она Participle To. Причастие прошедшего времени. Отвечает на вопрос «Какой уже?». Это будет применяться для перфектных времён и пассивов. В рамках этого урока мы не будем сильно углубляться и стараться перевести все возможные формы значений каждого глагола. Покажу вам самые основные, самые распространённые значения, переводы и ситуации, где будут употребляться эти глаголы. И сначала давайте медленно за мной произнесите их и посмотрите, как они переводятся. Be, am, is, are. Was, were, been. Быть, находиться. Become, became, become. Становиться. Begin, began, began. Начинать. Break, broke, broken. Ломать. Bring, brought. Брод, приносить. Билд. 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 Строить. Бай, бот. 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 Покупать. Кэн, куд. Мочь, мог. Кам, кейм. Кам. Приходить. Приезжать. Кост, кост. Кост. Стоить. Ду. Дид. Дан. Делать. Дро. Дру. Дрон. Рисовать. Тащить. Дринк. Дрэнк. Дранк. Пить. Ит. Эйт. Эйт. Итн. Есть. Фол. Фэл. Фэл. Фоллэн. Падать. Фил. Фэлт. Фэлт. Чувствовать. Файт. Фот. Фот. Драться. Файнд. Фаунд. 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 Находить. Флай. Флэн. Флэн. Летать. Фагет. Фагот. Фаготн. Забывать. Кит. Ф других. Стоить. Китвы. Фаמן. Фоу. Формерь. Г픎. Гоу. Фэлт. Фаунд. Фуheн. Фаунд. Фаунд. Фу. Фаунд. 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 Гоу. grew, grown, расти hang, hung, hung, вешать have, had, had, иметь hear, heard, heard, слышать hold, held, held, держать know, knew, known, знать leave, left, left, оставлять, уезжать let, 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 позволить, разрешить make, made, made, производить may, might, возможно, можно meet, met, met, встречать, знакомиться pay, paid, paid, платить put, 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 положить read, 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 читать ride, rode, ridden, ездить верхом ring, rang, rang, звенеть, звонить rise, rose, risen, подниматься run, ran, run, бежать say, said, said, говорить, сказать see, saw, seen, видеть sell, sold, sold, продавать send, 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 посылать show, showed, shown, показывать show, showed, shown, показывать show, shot, shut, shut, закрывать sing, sang, sung, петь sit, sat, sat, сидеть sleep, slept, 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 спать speak, spoke, spoken, говорить spend, 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 тратить деньги, проводить время stand, stood, stood, стоять swim, swam, swam, плавать take, took, taken, брать, взять tell, told, told, рассказывать think, thought, thought, думать understand, understood, understood понимать wake, woke, woken, просыпаться win, won, won, выигрывать write, wrote, written, писать теперь поработаем с некоторыми наиболее сложными глаголами с примерами на картинках разберемся как они применяются глагол be переводится как быть находиться или являться кем-то например там профессия или принадлежность классу I am a teacher it is cold я учитель холодно следующий глагол become became become становиться когда я вырасту я хочу быть астронавтом when I grew up I want to become an astronaut ну в данном случае я сказал become то есть я хочу стать астронавтом хотя можно сказать и I want to be an astronaut я хочу быть астронавтом однажды произошел у меня забавный случай все связано с тем что наши называют себя космонавты а американцы астронавты это связано с тем что американцы высаживались на луне и вот читает у меня один студент предложение начинает переводить и как бы отовсюду подсказки с одной стороны кто-то подсказывает хочу стать космонавтом а с другой кто-то подсказывает астронавтом он думал думал потом говорит хочу стать к астронавтом мы долго смеялись и потом они мне присылали письма из Индии эти ребята программисты и все время подписывались привет от астронавтов и если действительно он станет космонавтом то можно сказать такую фразу что его мечта сбылась his dream became true то есть его мечта стала правдой стала реальностью и в том числе become как переход из одного состояния в другое то есть стало теплее например или там холоднее the weather became warmer то есть погода стала теплее следующее begin, began, begun начинать или начинаться ну предположим я вчера вышел из дома и как раз начался дождь видите я даже зонтика не взял it began to rain следующее break broke broken ломать ломаться можно сказать эту фразу break down то есть ломать разрушать выламывать если ломают старый дом то можно так сказать they break down all houses они разрушают они сносят ломают старые дома предположим полка сломалась it broke suddenly the shelf broke внезапно полка сломалась можно сказать о машине my car broke down моя машина сломалась ну кстати его легко запомнить по современный жанр танца break от английского break то есть вот такие движения ломанные как бы следующая bring brought brought приносить ну тут все понятно на картинке bring back my umbrella принеси назад мой зонтик часто применяется по отношению к подаркам на день рождения bring presents дарить подарки it's mickey mouse birthday today we brought him a lot of presents and he is happy у микки мауса день рождения сегодня мы принесли подарили ему много подарков и он счастлив по отношению к деньгам it brings me money это приносит мне деньги i am renting my house it brings me some money я арендую сдаю в аренду свой дом и это приносит мне деньги come came come приходить приезжать обратите внимание стрелочка к вам то есть движение к вам ну предположим люди заходят в дверь they came in то есть они зашли автобус подъезжает the bus is coming автобус едет приближается к нам поезд например приближается в нашу сторону the train is coming если вы открыли дверь своему другу и приглашаете его войти к себе домой в квартиру вы говорите please come in draw drew drawn рисовать обычно карандашом либо тащить the boy is drawing мальчик рисует и локомотив тащит вагоны it's drawing a long train of wagons fall fell fallen падать чтобы легче запомнить вспомните фразу в русском языке на грани фола то есть на грани падения футбольные комментаторы часто применяют это слово фолит то есть сделать так чтобы футболист упал первая картинка fall over то есть вот так вот упасть навзничь как бы опрокинуться можно сказать fall down обратите внимание какое количество предлогов может быть вместе с глаголом и все эти предлоги будут определенные какие-то оттенки вносить там up это вверх там down это вниз но это отдельная тема разговора упасть с какой-то поверхности будет fall off поэтому в прошедшей форме если книга уже упала с полки будет the book fell off the shelf картинка упала вниз со стены например и то же самое человек сидит читает книгу и внезапно полка падает вниз тоже можно сказать suddenly the shelf fell down внезапно полка упала вниз feel, felt, felt чувствовать ну это вот знаете ощущать чувствовать например он не чувствует себя здоровым he is not feeling well или наоборот чувствовать себя хорошо кто же не помнит I feel good I feel good go, went, gone идти, ходить, ехать а также в определенных ситуациях уходить, уйти, уехать, уезжать если предположим вот они были дома и собираются куда-то уйти то вот они ушли и теперь дома никого нет получается they have gone out то есть пошли куда-то гулять Джон идет за покупками he is going shopping то же самое можно сказать о машине the car is going along the street машина едет по улице grow, grow, grown расти, выращивать растить в том числе grow up, вырастать этот же глагол применяется о ценах например или о каких-то вещах которые вырастают в количестве там в цифрах и вот выращивать тоже she is growing up flowers она выращивает цветы вот видите они растут hang, hang, hang вешать или висеть she is hanging the dress да наверное она вешает платье ну вот тут на следующей картинке ботинки висят сушатся отсюда же слово hanger то есть плечики на которые вешают одежду и вот например стоит вот такая вертикальная вешалка она будет называться stand и на ней висит шляпа и джекет да какой-то там куртка какая-то или пиджак hear, heard, heard слышать speak up please I can't hear you говорите громче пожалуйста я не слышу вас не могу вас слышать hold, held, held держать, удержать ну вот например мама держит ребенка she is holding her baby I held the baby in my arms я держала ребенка в руках следующая картинка хорошо иллюстрирует вот этот процесс удержать, держать не знаю точно атлант или титан как их называют там мифологии держит над собой земной шар he is holding the earth так можно сказать кто-то держит жакет или куртку someone is holding a jacket и в том числе например держать друг друга за руки тоже будет they are holding hands leave, left, left оставлять, покидать, уезжать ну вот женщина например стоит в аэропорту ждет своего рейса тогда можно сказать she is leaving the city например она покидает город на следующей картинке терминал аэропорта написано exit выход женщина забрала уже свои вещи и вот она выходит получается she is leaving the terminal of the airport она покидает терминал аэропорта такая житейская ситуация девушка или женщина покидает своего возлюбленного или там мужа she is leaving him или можно сказать she is going to leave him она собирается его бросить, его оставить а он просит ее don't leave me please don't leave me stay with me не покидай меня останься со мной I love you my darling вот стоит женщина на платформе и можно сказать что поезд например сейчас он уже будет отправляться the train is leaving the station и если вы уже сидите в поезде или в электричке и в два часа у вас отправление то можно сказать someone is leaving at two o'clock кто-то отправляется в два часа глагол make, made, made делать или производить что-либо ну все вы видели наверняка эти лейбы made in China, made in the USA I'm sorry у него есть второе значение как бы сделать, заставить ну например он заставил нас рассмеяться he made us love или кто-то кого-то доводит до сумасшествия до бешенства she makes her crazy read, read, read she is reading a book она читает книгу здесь обратите внимание пишется одинаково все три формы read но читается по-разному read, read, read поэтому понять там где прошедшая форма или настоящее время только по контексту можно по смыслу ride, rode, ridden ездить верхом на лошади и в том числе в седле получается на мотоцикле и на велосипеде he is riding a horse он едет верхом на лошади a boy is riding a bicycle мальчик едет на велосипеде мотоцикл будет motorcycle motobike ring, rang, rang звонить или звенеть she is ringing the phone is ringing она звонит, телефон звонит rise, rose, risen подниматься увеличиваться в количестве ну вот например слово восход будет sunrise то есть подъем восхождение солнца sunrise и вот так же на графике можно сказать что the prices are rising то есть цены растут sell, sold, sold продавать например the car dealer is selling a car продавец машин продает машину или предположим наоборот семья продала кому-то машину ну давайте скажем в прошедшей форме sold they sold their car они продали свою машину слово sale существительное распродажа очень часто сопутствует глаголу sell продавать, распродавать табличка for sale на продажу и очень популярна в Америке yard sale или garage sale семья переезжает куда-нибудь и продает ненужные вещи обычно по бросовым ценам send, send, send отсылать, посылать ну можно сказать о письме например i sent a letter to you я тебе отправил письмо то же самое можно применить к отправке смс сообщения send me a message отправь мне сообщение компания компания отправляет своего сотрудника куда-то в командировку George is sent to the United States by his company здесь фраза в пассиве получилась George отправляется своей компанией в Соединенные Штаты show, showed, shown ну это легкий глагол его легко запомнить потому что русское слово show сейчас постоянно на телевидении там шоу мы ищем таланты там или еще там какую-нибудь ну в данном случае показывать мальчик показывает нам на две картины он показывает нам на две картины на стене кстати это слово хорошо можно запомнить если кто-то смотрел фильм Джерри Магуайр там он кричит show me the money, покажи мне деньги show me the money show me the money show me the money show me the money sing, sang, sung обращаю ваше внимание на произношение не говорите мягкое г в конце sing, sang, sung петь на первой картинке он плохо поет he's singing badly ну в данном случае например можно сказать he doesn't want to listen to him другой человек он не хочет слушать его и птичка поет a bird is singing spend, spend, spend тратить деньги например или проводить время he spent all day on the beach он провел целый день на пляже или например муж может сказать жене dear, you spent too much money too fast дорогая, ты тратишь слишком много денег слишком быстро write, wrote, written писать будьте внимательны с произношением не допускайте ошибки в write там не произносится write чтобы не получилось как у меня однажды прозвучала фраза предложение он написал 4 письма вчера he wrote 4 letters yesterday из уст одного студента у меня так прозвучало he wrote 4 letters yesterday he is writing a book он пишет книгу теперь поработаем с глаголами которые иногда вызывают трудности у студентов первая пара глагол come и go запомните come, came, come стрелочка к вам то есть это что-то что приближается в вашу сторону к вам глагол go это либо вообще движение либо стрелочка от вас если кто-то из ваших друзей уезжает в Канаду там или в США вы говорите he is going to Canada or the United States то есть от вас а если наоборот ваши друзья к вам едут в гости то вы говорите they are coming они приезжают easy come, easy go глагол do, did, done делать это вообще очень важный глагол в английском и сейчас мы рассмотрим только три основные функции его делать как производить действие какое-то второе как служебная частица когда мы делаем вопросы и отрицания do you like it? ты любишь? yes, I do no, I don't и еще одно значение как усиление если вы хотите сказать что вы действительно там любите это I do love you то есть глагол это do выступает как частичка которая усиливает основной глагол в одном из эпизодов фильма Николь Кидман признается в любви мужа она говорит Ben, I do love you то есть я, Ben, я тебя действительно люблю Глагол make часто путают здесь немножко другая картина делать как создавать или изготавливать что-либо и второе значение заставить но если предположим сделано в Китае мы говорим made in China то есть произведено сделано в Китае или made in the USA сделано в США и вот в данном случае портниха сшила платье получается she made dress она сделала платье второе значение он заставил нас рассмеяться he is very funny he makes us laugh он очень смешной он очень забавный он заставляет нас смеяться он нас смешит hear, heard, heard и глагол listen listen это правильный глагол но тем не менее часто их неправильно применяют давайте разберемся hear это возможность слышать что-либо то есть я слышу или я не слышу а listen это как процесс вот человек сидит например и слушает музыку и кстати обратите внимание что если вы слушаете кого-то или что-то то предлог to появляется как бы слушать по направлению к чему-то он слушает музыку he is listening to the music следующая пара это глагол take и give в общем-то ничего сложного но все равно часто путают give это давать это стрелочка от вас she gives она дает а take это брать стрелочка к вам he takes он берет i gave the money to jack я отдал деньги джеку jack took the money джек взял деньги кстати есть такая песенка baby give me your heart give me your heart give me give me отдай мне свое сердце три глагола say said said обратите внимание на произношение said said это исключение не надо говорить said плохая ошибка said said говорить сказать speak spoke spoken говорить tell told рассказывать указывать видите по значению вроде бы они очень близкие но сейчас посмотрим тонкости применения этих глаголов say говорить сказать высказать свое мнение tom said wait for me то есть глагол say применяется тогда когда вам надо передать прямую речь том сказал подожди меня теперь косвенная речь he said that he was tired он сказал что он был уставший i'm going to say something very important я собираюсь сказать что-то очень важное what did you say to her что ты ей сказал следующий глагол tell два основных значения говорить рассказывать или указывать приказывать tom told and to wait for him в отличие от say здесь уже идет такая как бы директива да том том сказал а не подождать его let me tell you a story позвольте мне рассказать вам историю там или рассказ именно рассказать don't tell me what to do не указывай мне что делать следующее speak говорить разговаривать изъясняться do you speak english вы говорите по-английски she speaks english fluently fluently интересное слово бегло без запинания без остановок она говорит по-английски бегло свободно speak up please говорите громче пожалуйста wake, woke, woken это просыпаться часто путают с get up вставать wake, woke, woken это тогда когда вот у вас зазвонил будильник вы открыли глаза это вот именно момент пробуждения то есть вы проснулись это не значит что вы уже встали и начали там свой рабочий день то есть wake up это пробуждение то есть можно среди ночи проснуться и тут же уснуть опять get up одно из значений это вставать после сна но не обязательно get up вот предположим видите боксер лежит на ринге и все ему кричат get up get up то есть вставай вставай поднимайся теперь самостоятельно поработайте и повторите за профессиональными дикторами эти неправильные глаголы первый раз послушайте и повторите за ними с паузой а второй раз попробуйте синхронно вместе с дикторами а а а а раз вы 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Drink, drank, drunk Eat, ate, eaten Fall, fell, fallen Feel, felt, felt Fight, fought, fought Find, found, found Fly, flew, flown Forget, forgot, forgotten Get, got, got, gotten Give, gave, given Go, went, gone Grow, grew, grown Hang, hung, hung Have, had, had Hear, heard, heard Hold, held, held Know, knew, known Leave, left, left Let, let, let Make, made, made May, might Meet, met, met Pay, paid, paid Put, put, put Read, read Read, read Read, read Ride, rode, ridden Ring, rang, rung Rise, rose, risen Run, ran, run Say, said, said See, saw, seen Sell, sold, sold Send, sent Send, sent Sent, sent Show, showed, shown Shut, shut, shut Sing, sang, sung Sit, sat, sat Sleep, slept Sleep, slept Slept Speak, spoke Spoken Spend, spent Spent Stand, stood Stood Swim, swam Swam Take Took Took Taken Tell Told 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 Think Thought 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 Understand Understood 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 Wake Woke Woken Win Вместе с дикторами Продолжение следует... 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 Продолжение следует...